Беседу начали с просмотра двухминутного ролика о Сочи. Именно такими краткими, яркими и емкими по содержанию должны быть все информационные материалы о базах размещения курорта. Акцент нужно делать на уникальность возможности для отдыха, богатую историю и перспективы развития курорта, считает глава города. Грамотная рекламная политика, по мнению мэра, очень важная составляющая в системе привлечения туристов. Власти города совместно с администрацией края проводят немало мероприятий, благодаря которым обеспечивается загрузка сочинских отелей. Однако и сами ательеры должны мыслить креативно, по сути дела инициировать интересные события для формирования туристического потока. Туристы и загруженность их объектов – это их ответственность, это их бизнес, это они зарабатывают деньги. И поэтому они должны быть более активными, более прогрессивными. И работать нужно над тем, чтобы действительно все происходило так, чтобы круглый год работали объекты. Было предложено создать клуб ательеров, где все проблемы отрасли можно будет решать совместно, опытные туроператоры смогут помогать новичкам. К Олимпиаде было построено достаточно большое количество гостиниц различного уровня, и отменив гостиниц, заканчивая пятизелочными отелями. Конечно, проблема такая существует по заполнению. Поэтому создание клуба, причем совместный клуб – это ательеров, как море, то есть эмеритинской незаметной побережье. И горного кластера – это важный момент, где, в принципе, можно друг друга дополнять. Еще одной платформой для обмена знаниями и ресурсами, возможно, станет специальный сайт, на котором будет размещена информация как о городе в целом, так и обо всех отелях курорта. Во время встречи также обсудили возможность сезонного обмена персонала между предприятиями горного и приморского кластеров, а также проведение совместных тренингов для сотрудников отелей. Этот постолимпийский зимний сезон должен быть для Сочи удачным. Делегация курорта уже провела презентации в Минске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и в Москве. Информационный тур продолжится 28 ноября. Об особенностях отдыха в Сочи расскажут жителям Китая.